На долю голливудских фильмов приходилось до 80% проката. С их исчезновением из афиш число зрителей сократилось в 5-6 раз. Для небольшого кинотеатра это критично. Сегодня «Люмин» в Сарове работает даже не в ноль, в минус. Мы пытаемся экономить на обслуживании оборудования. Таким образом мы сократили сеансы и по будням периодически мы работаем. Мы начинаем свою работу не утром, а во второй половине дня. По пути сокращения часов работы пошли многие российские кинотеатры. Некоторые и вовсе закрылись. Меры экономии еще какое-то время позволят держаться на плаву. Вот только как долго вопрос скорее риторический. Ситуацию не спасает и то, что кинопродукцию включили в программу пушкинской карты. На российское кино зритель по-прежнему идет неохотно. Кинотеатры просят о помощи государства. Во время пандемии государство выплатило субсидию, позволяющую перекрыть расходы на минимальную заработную плату. Если бы какая-то похожая мера велась и сейчас, то для нас это было бы просто прекрасно. Но рассчитывать на субсидии пока не приходится. Вопрос финансовой поддержки кинопроката обсуждался несколько месяцев. Однако в итоге Минфин отказался выделять 6,5 миллиардов рублей на поддержку отрасли. Чтобы привлечь зрителя, кинотеатрам остается экспериментировать с контентом, возвращать в прокат старые советские и российские фильмы. И надеяться, что достойное кино начнут снимать и отечественные студии. Лидия Шулаева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.